Дагестан без ограничений. На неделе Сергей Меликов объявил о снятии запретов, ранее принятых в связи с коронавирусной инфекцией. На протяжении нескольких недель уменьшается число заболевших, и все меньше у нас остается количество тяжелых случаев. Не дожидаясь оперативного штаба на прошлой неделе, я принял решение, довел им до вас, связанное с тем, что мы ряд ограничений уже сняли. Цены скачут, власти пытаются догнать и остановить. О том, что из этого получается, а что нет, расскажем в итогах недели. Наша самая главная задача, чтобы не допустить такого резкого повышения цен, поэтому мы сейчас будем строить работу, изучим внешнюю ситуацию, строить работу и с общими поставщиками. Помочь и поддержать. Школьник из Махачкалы открыл свою копилку, чтобы помочь детям Донбасса. А в городах и районах республики проходят патриотические акции в поддержку вооруженных сил страны. Горцы всегда отличались своим мужеством, храбростью и стойкостью. Сегодня они это доказывают очередной раз. Год Фазу Алиевой. В Махачкале официально начались мероприятия, приуроченные к юбилею Великой Пайпессы. Здравствуйте, это программа «Итоги» на канале ННТ. Меня зовут Магомед Магомедов. О наиболее заметных событиях минувшей недели расскажем прямо сейчас. На неделе глава республики объявил об отмене большинства ограничений, связанных с коронавирусом. Пока до 31 марта. По словам Меликова, в регионе улучшилась эпидемиологическая обстановка. Следовательно, в Дагестане восстанавливается работа всех общественных заведений, посещать которые можно теперь без предъявления QR-кода. Однако в силе остаются профилактические мероприятия, а также соблюдение масочного режима в общественном транспорте и в помещениях объектов торговли и бытового обслуживания, аптеках, железнодорожных и автовокзалах, аэропортах и в лечебных учреждениях. Прежде всего хотелось бы отметить, что за период прошедшей проведения последнего нашего с вами оперативного штаба ситуация значительно изменилась. Изменилась в лучшую сторону. На протяжении нескольких недель уменьшается число заболевших и все меньше у нас остается количество тяжелых случаев. Не дожидаясь оперативного штаба на прошлой неделе, я принял решение, довел его до вас, связанное с тем, что мы ряд ограничений уже сняли. Сегодня мы обсудим вопросы, которые выведены или вынесены на поверхность оперативного штаба, дабы продолжить нам формировать вопросы, которые мы друг другу сегодня задаем, стоит ли дальше идти по пути смещения тех ограничений, которые у нас пока еще остаются. И это я хотел бы обсудить в контексте не только самого оперативного штаба по проведению противодействия коронавирусной инфекции, но и в рамках тех задач, которые мы ставим перед бизнес-сообществом, перед экономикой, в условиях введения новых жестких экономических санкций. Сегодня этот вопрос в приоритетном и федеральном уровне. У меня произошла встреча с руководством правительства Российской Федерации. Безусловно, сегодня это приоритетный вопрос. Приоритетный вопрос. Поэтому я хотел бы, чтобы вы, прежде всего выступающие, которые в повестке у нас есть, и те, кто будет дополнять своими выступлениями сегодняшнюю повестку, высказали свое мнение, а члены правительства в том числе высказали свои аргументы. Потому что мы это должны сегодня рассматривать, еще раз повторяю. С одной стороны, за отсутствием необходимости введения ограничительных мер. С другой стороны, что эти ограничительные меры будут сняты только лишь в тех условиях, которые позволят нам активно противодействовать другому угрозе. Теперь уже угрозе чисто экономической. Хлеб всему голова. Дагестан получит из федерального бюджета средства на сдерживание цен на хлеб. Оречил 107 миллионов рублей. Сумма не маленькая, но и небольшая. По словам председателя правительства республики Абдулмуслима Абдулмуслимова, выделяемые субсидии не покроют всех расходов производителей, однако позволят сдерживать цену на самый главный продукт. Уже 120-130 рублей мука подорожала. И они сказали, что еще будет подорожание. Но они цену держат. А мы держим, да. То, что я говорил, да. Сейчас в Минсельсерском хозяйстве, Российской Федерации, по поручению президента Российской Федерации, по министература правительства, дополнительные формы поддержки именно хлеба пекарьи, они разработали и постановлением правительства нам принято наше предусмотрение 107 миллионов рублей. Если это 107 миллионов, это субсидии, чтобы именно сдерживать повещение цены. Конечно, она не поклевает все их расходы, да. Но мы опять-таки на постоянной связи. И руководство Министерства Федерации, и правительство Российской Федерации говорит, что они еще будут повышать эту цену и дополнительные средства выделить, чтобы сдерживать цену на хлеб для наших населения. Ну, вот это, то, что пойдет, добавление, это все. Снизу вот эти средства, они пойдут в поддержку наших хлебов. Это очень существенная поддержка. Следует отметить, что республиканские власти ведут постоянный мониторинг цен продуктов первой необходимости. С этой целью представительная делегация дагестанского Кабмина посетила один из столичных рынков. Анализ показал, что, вот, например, несколько цифр я назову. Сегодня у нас баранье продается по цене от 230 до 350 рублей. Тоже самое говядина, еще сотка, она продается в пределах цены 300-350 рублей. Есть, конечно, отдельные куски, мы это будем говорить, избранные такие, которые продают по высшей цене. Но наша самая главная задача, чтобы не допустить такого резкого повышения цен. Поэтому мы сейчас будем строить работу, изучим внешнюю ситуацию, строить работу и с общими поставщиками. Если по какой-то продукции в республике будет недостаток, у нас есть договоренность с определенными нашими республиками, краями, областями, что откуда будем организовать поставки. Несмотря на старания властей, цены на продовольственные товары в республике все же растут. В этом убедились и чиновники Дербента, посетившие торговые площадки города. Цена на наиболее важные товары потребления – мясо, крупы, овощи и фрукты – действительно оказалась завышенной. Проверяющие обещали выяснить причину у поставщиков, а также постараться найти другие пути поставок товаров. Муниципальные власти призвали предпринимателей не завышать цены и не заниматься сговором. По итогам посещения рынков представителями власти принято решение о проведении на регулярной основе ярмарок сельхозпродукции. По поручению главы нашего города провели мониторинг стоимости продовольственных товаров на рынке. Мы замечаем динамику увеличения по ряду продуктов. Это касается и гречки, это касается и капусты, и моркови, и картошки, и некоторых других продовольственных товаров. Сейчас мы будем разбираться с оптовым базой, с оптовым поставщиками, причиной увеличения цен, на каком этапе это произошло, и возможно искать другие пути поставки, а других поставщиков в целях снижения. Кроме этого, планируем провести совместно с Министерством сельского хозяйства ярмарку. Хочу обратиться к продавцам, чтобы не увеличивали цены на продукты питания, особенно не занимались сговором, поскольку сговор является предметом для расследования управления федеральной антимонопольной службой. С призывом не завышать цены к предпринимателям обратилось и республиканское духовенство. Продажа товаров по разумной цене – это уже помощь обществу в столь нелегкое время, считает председатель Муфтиата Дагестана Мухаммад Майранов. Мы видим, какие тяжелые времена переживает все наше общество. И в этой связи многие недобросовестные предприниматели наглым образом завышают цены выше необходимого, тем самым очень сильно усложняют жизнь всему населению. Муфтиат Республики Дагестан призывает каждого, кто имеет отношение к продажам, не завышать цены выше необходимого. Да, времена нелегкие, но облегчая ситуацию для населения, продавая товар по доступной для людей цене, вы будете людьми, которые помогают людям, помогают обществу в тяжелые минуты, и в вашей торговле будет благодать. Имам Бухари приводит слова пророка Мухаммада, в которых говорится, да простите Всевышний Аллах грехи тому человеку, кто проявил щедрость и снисходительность, когда продавал что-либо, когда покупал и когда требовал свой долг. Дорогие братья и сестры, не завышайте цены, не будьте причиной усложнения жизни для населения, и тогда будет благодать от Всевышнего Создателя вам, вашим семьям и вашей торговле. И в продолжение темы ярмарок, приобрести продукцию по автовым ценам в Дагестане можно будет уже со второй декады марта. По поручению премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова в республике будут организованы сельскохозяйственные ярмарки. Первая такая акция состоится 19 марта в селении Нижний Инхо Гумбетовского района, на которой будет представлена продукция дагестанских производителей, причем по доступной цене. Данная инициатива является одной из мер, предпринимаемых правительством в рамках поручения главы Дагестана по стабилизации ситуации на продовольственном рынке. С чем связан рост цен на товары, закупленные до введения санкций против России, попыталось объяснить региональное министерство экономики. Ведомство считает, что предприниматели устанавливают цену на товар с учетом будущих трат. Закупать товары им придется уже по новым ценам. Следовательно, с целью недопущения дефицита они вынуждены идти на такие меры. На рост цен также влияет создаваемый в обществе ажиотаж, когда люди начинают массово скупать товар. В Дагестане ее называли просто Фазу, не упоминая фамилии, подразумевая, что она уникальна, существующая в единственном числе. На неделе в столице стартовали мероприятия в честь выдающейся и талантливой поэтессы Фазу Гамзатовны Алиевой, внешне оценимый вклад в развитие дагестанской культуры. Она родилась в небольшом горном ауле, однако прославила родную республику на весь мир. Сочняя стихи как на русском, так и на родном аварском языке, Фазу Алиева начала в раннем возрасте. Она является автором 80 книг, переведенных на 68 языков мира. Церемония открытия года Фазу Алиевой прошла на центральной площади Махачкалы. Подробности в сюжете Ларианы Шамхалаевой. Так торжественно на площади столицы дан старт мероприятиям, посвященным громкому и правдивому, но при этом самому женственному голосу Дагестана. Декламировали стихи Фазу Алиевой сегодня многие, особенно дети, которые в столь юном возрасте хорошо понимают, насколько существенен вклад в развитие дагестанской российской литературы, внесенной поэтессой. Здесь, где море зыбко и густы леса, я твоя улыбка и твоя слеза. Здесь, где гор громады, озираю даль, я твоя отрада и твоя печаль. Указом главы Дагестана Сергея Меликова 2022 год объявлен годом празднования 90-летия со дня рождения Фазу Алиевой. На поэтический марафон пришли и официальные лица. Они не только вспоминали великую поэтессу, но и поздравили всех представительниц прекрасного пола с наступающим 8 марта. Я очень горд сегодня дать старт этим мероприятиям, которые мы будем проводить в Махачкале в течение всего года. Пройдет какое-то время, и мы откроем обновленный парк имени Фазу Гонзатовны. Мы приняли решение о предстоянии имени одной из школ Махачкалы, нашей великой поэтессы, в которой мы также будем прививать любовь к ее творчеству. Мы сделаем все, чтобы наше подрастающее поколение помнило, как о нас в стихах прививало эту любовь к родине. В преддверии знаменательного праздника 8 марта хочу поздравить всех дорогих наших женщин, пожелать им здоровья, мирного неба, чтобы всегда вокруг них были улыбающие лица. И очень знаменательно, что именно 7 марта администрация города Махачкалы открывает год, посвященный 90-летию нашей замечательной, выдающейся землячке, народному поэту Дагестана в базу Гамзатовной Алиевой. Открывается сегодня на площади этот цикл мероприятий. Эти мероприятия будут проходить по всему городу целый год. Среди них и создание виртуального музея, и выставки, и литературные чтения. Несмотря на выходной день, студенты и школьники также посетили марафон. По мнению учителей, которые их сопровождали, это мероприятие можно считать открытым уроком по литературе. Я привел сюда своих школьников, для того, чтобы они послушали концерт, посвященный Фазу Гамзатовной Алиевой. Действительно, Фаза Гамзатовна, она уникальное явление в культуре Дагестана, потому что ее стихи, они известны по всему миру. И все ее стихи пропитаны такой особой нежностью и любовью, в том числе и к родному краю. Конечно, я бы всем рекомендовал, и дагестанским школьникам тоже изучать стихи дагестанских поэтов, приобщаться к дагестанской культуре, не забывать ее, не забывать родные языки в том числе. Здесь же проходила выставка фотографий Фазу Гамзатовны, предоставленных сыном поэтессы Джамбулатом Магомедовым из личного архива. А на сцене выступили звезды дагестанской эстрады. Данный поэтический марафон открыл череду разноформатных памятных мероприятий, посвященных 90-летию Фазу Алиевой. Проходить они будут не только в нашей республике, но и за ее пределами на протяжении всего года. Лариана Шамхалаева, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Предъявите вашу улыбку. Таким оригинальным способом сотрудники ГИБДД поздравили автоледи и всех женщин столицы с Международным женским днем. Каждой даме 8 марта полицейские выручали цветы и открытки, а также желали всего самого наилучшего. Представительцы прекрасной половины человечества были приятно удивлены и рады подобной остановке на дороге. К другим темам. Решение вопроса с бездомными животными остается актуальным для многих муниципалитетов республики. Проблемы в этой сфере есть, и решать их нужно в том числе созданием условий для содержания питомцев. Так, в Дербенте в скором времени появится приют для бездомных собак на 180 мест. На данный момент уже завершено строительство модульных конструкций основного корпуса. В работе задействовано несколько десятков человек и три единицы техники. Параллельно городские службы проводят работу по отлову и стерилизации бездомных животных. На эти цели средства выделяются как из республиканского, так и из местного бюджета. Городу Дербенту представлены субвенции в размере 2 миллиона 500 тысяч рублей. Ввиду их недостаточности, нами также предусмотрены в бюджете городского округа собственные средства с соразмерно выделенным субвенциям. По итогам проведенных конкурсных процедур заключен контракт со специализированной организацией «Мупитомец», который на регулярном основе, как и сегодня, проводится необходимое мероприятие по отлову бездомных собак на территории города. По обращениям и жалобам граждан направляется информация исполнительно указанных работ, которые в последующем проводят указанные мероприятия. Люди жалуются, что собак много, поэтому мы их забираем, чтобы стерилизовать, кастрировать и вернуть на то же место, чтобы они с бирками, все собаки, которые бегают, они чистые, кастрированные, стерилизованные, обработанные. А в Махачкале столичная мэрия предложила вернуть контроль по сдерживанию популяции безнадзорных животных Комитету по ветеринарии Дагестана, который, в принципе, уполномочен правительством этим заниматься. В 2017 году ведомству удалось через принятие соответствующего закона пролоббировать передачу этих полномочий муниципалитетам. Однако столичная администрация решать эти вопросы не должна и не может, хотя бы по причине отсутствия необходимого финансирования, считает Салман Дадаев. Нам не создано условие надлежащим образом исполнения переданных полномочий. Поэтому мы будем ходатайствовать перед Народным собранием о отмене этого закона и возврате этих полномочий Комитету ветеринарии. Такая же ситуация в Буйнакске, Каспийске, Испербашек, Изилюрте, Касаверте. Мы с коллегами обсуждали это. Просто я более детально погружен в эту проблематику и посоветовавшись с коллегами договорились, что я подниму этот вопрос. Я перед Сергеем Алимычем этот вопрос поднимал. Сергей Алимыч поручил Комитету ветеринарии, но Комитету ветеринарии снова в мое обращение вернули, что вы имеете право. Но имеем, мы не против. Но мы не можем, нет у нас на это средств. Мы на другие средства должны направить это. Мне депутаты городского собрания не согласуют расходование средств на государственные полномочия, когда у нас нерешенные вопросы местного значения имеются. С 1 апреля в России начнут выделяться ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. О том, кому положены указанные выплаты, разъяснил министр труда и социального развития Дагестана Абдурахман Махмудов. Размер такой выплаты зависит от установленного в регионе прожиточного минимума на детей. Напомню, в Дагестане размер прожиточного минимума на ребенка составляет 11 499 рублей. Семья, претендущая на получение такого пособия, может получать 50, 75 или 100% от прожиточного минимума. При назначении пособия будет проводиться комплексная оценка нужданности в пособии той или иной семьи. Поручение главы государства очень своевременно. Такая материальная помощь нуждающимся в семье будет существенным подспорьем. Школьник из Махачкалы Камал Салаватов собрал посылку для отправки в Донбасс. Ученик 6 класса лицея номер 39 таким образом решил помочь своим сверстникам. С этой целью мальчик потратил средства, которые он собирал в течение года, чтобы купить велосипед. Однако желание помочь детям из Донецкой и Луганской народных республик взяло вверх. На деньги из копилки Камал приобрел товары первой необходимости и немного сладостей. Не знаю, кому попадет моя посылка, но я собирал ее от всей души. А вот эти журавки специально связала моя бабушка. В эти дни во многих городах и районах республики проходят патриотические акции в поддержку курса президента страны Владимира Путина. Так в Махачкале на Родовском бульваре прошла патриотическая акция под лозунгами «Своих не бросаем! За Россию! За наших!» в поддержку российских военнослужащих и решение президента страны о проведении специальной военной операции в Украине. Сотни людей собрались на площадке у Аварского театра, несмотря на непогоду, чтобы выразить свою поддержку российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины. По мнению главы города Салмана Дадаева, решение президента Путина – вынужденная мера, которая была необходима для защиты границы России и безопасности ее граждан. Спасибо, что вы сегодня здесь собрались, несмотря на такую не очень благоприятную погоду, для того, чтобы выразить очень правильные, благородные чувства, поддержку нашего президента Владимира Путина, его курсу поддержки, его мудрым, правильным и, самое важное, своевременным решением. О чем мы говорим? О том, что начало спецоперации по защите интересов жителей Донбасса и Луганска отладывать больше было нельзя. И сегодня наши ребята, по сути, выполняя воинский долг и приказывая фону главного командующего, защищают не только Луганскую и Луганскую народные республики, они сегодня защищают каждого из нас, наши интересы. И это очень важно понять, что если бы мы сегодня эту операцию не начали бы, если Владимир Владимирович не дал бы эту команду, буквально через какое-то время бы уже ракеты стояли бы не в Польше, а на Украине. И перехват уже был бы невозможен. Наши же интересы, получается, в таком случае защищаются. Наши законные и стратегические интересы, наша жизнь и здоровье, здоровье и будущее наших детей практически сегодня наши солдаты защищают. И поэтому мы будем их поддерживать. Мы сегодня собрались в поддержку наших солдат. Поэтому действия Владимира Владимировича были очень важны. Могли мы дальше ждать? Владимир Владимирович на это сказал, что мы не будем ждать. И поэтому обью начало этой специальной операции. И как показывают те сводки, которые приходят, дагестанцы стоят в первом ряду этой специальной операции. Инициаторами патриотической акции выступили вице-президент сети бойцовских клубов Шамиль Абдул-Гаджиев, а также общественный деятель и меценат Магомед Гаджи-Магомедов. И то решение, которое было принято президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, мы должны понять и быть убеждены в том, что это было правильное решение. В пользу безопасности России. Если бы не мы, то получилось бы наоборот, и последствия могли быть намного хуже. Мы в первую очередь сюда собрались поддержать наших солдат, которые воюют в Украине, и поддержать их родителей. Мы понимаем, что они очень сильно переживают. Вместе с ними, вместе с их родителями мы тоже переживаем. Дай Аллах здоровья, дай Аллах, чтобы они живы и здоровы, чтобы вернулись домой своим женам, детям, родителям. Вот самый главный сейчас. И чтобы мы успешно закончили эту спецоперацию тоже. Для участия в акции в Махачкалу приехали и представители районов и городов республики. Многие из них солидарны во мнении, что несмотря на трудности в эти тяжелые для страны дни, все мы должны держаться вместе. Сегодня более 500 ребят с Захадаевского района находятся на Украине. Мы никогда не забудем ребят, которые уже погибли. Вчера был доставлен еще один наш земляк. Вечная им память и слава. В годы Великой Отечественной войны был призыв. Все для фронта, все для победы. Сегодня мы, жители Дагестана, России, должны и морально, и материально оказать помощь. И дохатаевцы не останутся в стороне. Дагестан, к слову, проводит уже не первую акцию в поддержку вооруженных сил страны. Подобного рода мероприятия прошли и во многих других муниципалитетах республики. Цель и задача одна – показать, что мы одна страна и один единый российский народ. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победный плана, поднимаем Россию. Глариана Шамхалаева, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Не исключением стал Иногайский район. В районном центре селения Реклимик-Тэ прошла акция «Мы вместе, мы за Россию». В ней приняли участие представители конно-спортивных клубов, общественных организаций, духовенства и активной молодежи муниципалитета. В продолжении темы сюжет Асель Манаповой. Участники автопробегов, садники и автомашины. Тереклинцы с флагами проехали по центральной улице имени Ногайского полководца ЭДГ до самого края села. Мероприятие, которое сегодня прошло в Ногайском районе, вижу совершенно правильным. И очень хорошо, что в этом участвует активная молодежь, большая часть молодежи. И есть какая-то преемственность поколения, потому что тут участвует совет старейшин и наша молодежь. То есть сегодняшняя наша молодежь тоже понимает, что эта военная операция крайне необходима, что ее нужно было проводить. Это очень хорошо, когда есть понимание, когда есть поддержка нашему президенту, всем его решениям. Это самое главное на сегодняшний день. Не случайно конечной точкой автопробега стала стелла у въезда в Терекли Мектеп. На ней в переводе с Ногайского языка написано «В родине, языке, религии, единство». Нам наши предки оставили такой принцип единения в сложные, трудные времена. И сегодня мы объединились в том, чтобы сегодня в первую очередь поддержать, во вторую очередь сделать дуа, чтобы Всевышний Аллах облегчил нам эту ситуацию, чтобы ни одна мать больше не потеряла сына, чтобы мы вышли из этой ситуации благополучно. И я благодарен Всевышнему, что нам Он позволил сегодня объединиться, объединиться в этой беде. При выезде из райцента участники акции провели митинг, где выступили представители общественных организаций. Каждый из присутствующих отметил, что эта акция показала единство народа в поддержке курса руководства страны. Мы, жители Ногайского района, как и основное население всей России, поддерживаем политику нашего государства, направленную на то, чтобы принудить Украину к обеспечению мирного развития своей страны. Асель Монопов, Дауд Гасанов, новости ННТ, Ногайский район. Это были итоги недели на ННТ. Увидимся на следующих выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова